Часто люди любят искать виновных, сразу же искать виновных, а не обращать внимание на то, как сделать так, чтобы это больше не повторилось. Безусловно, авария в московском метрополитене, которая случилась недавно, это большое горе для многих людей. И это еще больший страх для остальных масс людей, которые живут в Москве. Потому что, безусловно, люди, которые это слышали, видели, даже не имея своих родственников или друзей, пострадавших в этой аварии, у них поселился определенный страх в сердцах. И с этим страхом, конечно, надо работать будет в первую очередь. Что касается непосредственно безопасности, то кто знает, из-за чего была эта авария? Мы действительно не обладаем нужной информацией. Совершенно непонятно, совершенно неизвестно, невозможно выстраивать какое-либо собственное мнение по этому поводу. Но если говорить о России, мы очень любим найти виновного, и как будто его наказав, мы тут же добиваемся того, чтобы авария не повторилась. Нет, так не бывает. Авария случается везде, не только в России. Если открыть интернет, то по теме аварий в московском метро очень много выплывет информации, появляются некие подборки аварий в метрополитене по всему миру. И наши аварии далеко не самые крупные. К счастью или к несчастью, безусловно, всегда очень тяжело видеть, как люди, которые ехали по своим делам на работу, по каким-то совершенно бытовым вопросам, они просто в этот момент жили, и они попадают в ситуацию, которая выходит из ряда вон, даже те, которые не пострадали. Что уж говорить о жертвах. Но сразу же говорить о том, что в России все плохо, ну простите, ребята, я, конечно, понимаю, что мы выросли не в то время, когда патриотизм навязывался людям, когда людям прививали любовь и уважение к своей стране. Но давайте просто хотя бы включим логику и не будем сразу же оскорблять всех людей, которые трудятся на благо того же Московского метрополитена, обвиняя их всех в непрофессиональной работе.